И возникли ли какие-то вопросы про то, что мы делали в первой части. Я напомню, что в первой части мы поняли, что кросс-энтропия – это когда мы в теории минимизируем разницу между распределениями некоторого. Потом мы перешли к функции правдоподобия, и мы на каких-то простых примерах, на дискретном и на непрерывном, нашли оценки метода максимального правдоподобия и посмотрели на саму функцию правдоподобия, на ее первую производную, на вторую. Выяснили, что мы от ожидания от первой производной ноли, исходя из этого условия, нашли в нашем примере E от X этого. Были ли вопросы здесь? Пока все понятно. Хорошо, тогда давайте пойдем дальше. Давайте, скажем, поговорим о смысле второй производной, ну и еще о смысле первой. Есть такая, значит, характеристика, которая называется информация Фишера. Давайте я сначала интуитивно скажу, что это, потом, ну, напомню два способа подсчета. Можно пользоваться одним, можно пользоваться вторым. Ну, давайте сначала интуитивно, что информация Фишера – это, если совсем интуитивно, это крутизна. Крутизна, лог-функции, правдоподобие. Правдоподобие. Вот, ну, как бы крутизна, ну, в таком прямом смысле, как вот. Вот это, я две начерчу функции правдоподобия. Здесь вот какой-то тета, да, здесь L от тета. Ну, давайте так, ожидаемая крутизна, да, она же случайная функция, такая ожидаемая крутизна. На каком рисунке, на левом или на правом, функция правдоподобия круче? На правом. На правом, да. Крутизна вот в таком банальном смысле. Вот. Потому что это ожидаемая крутизна, лог-функции, правдоподобие. Почему она важна нам? Чему нам... И опять же, интуитивно можно сказать, что чем круче, чем больше крутизна функции правдоподобия, чем больше информации фишера, ну, это так интуитивно, пока сейчас я попытаюсь аргументировать, тем точнее, ну, давайте так вот, на уровне интуиции пока, то есть это потом превратим в строгий аргумент, в строгую формулу, но пока чем больше информация фишера, тем точнее, в кавкалычки возьму, можем оценивать тета. Давайте я поясню, почему. Сначала на уровне интуиции поясню этот факт, почему большая крутизна означает высокую точность оценивания. Ну, казалось бы, ну, здесь есть какая-то тет с крышкой, да, метода максимального правдоподобия, ну, и на левом рисунке есть какая-то тет с крышкой метода максимального правдоподобия, да нет проблем, и там, и там тет с крышкой какая-то рождается. Вот, но идея такая, из-за того, что мы осознаем, что функция правдоподобия – это случайная функция, почему она случайна, давайте еще раз посмотрим, почему наша функция правдоподобия случайна. Вот мы выписали l от тета, вот она наша, l от тета, видно, что сюда входят иксы, и если у меня попадутся другие иксы, вот у меня попались мои иксы, а чуть-чуть другие иксы бы попались, у меня бы получилась другая чуть-чуть функция правдоподобия. Вот. И получается, что если я заново пойду и соберу данные, то у меня выйдет другие иксы, другая функция правдоподобия, другая тета с крышкой. Ну, и давайте посмотрим, если мы вот для простоты интуитивной интерпретации предположим, что функцию будет шатать немножко по вертикали при сборе других иксов. Ну, то есть ее можно по горизонтали, конечно, шатать. Ну, так вот для простоты давайте скажем, что ее только по вертикали шатает. Вот. Чуть-чуть поменяем функцию на эпсилон по вертикали. Давайте я чуть-чуть поменяю эпсилон на мою функцию правдоподобия, поменяю чуть-чуть по вертикали. Ну, вот здесь как-то... Ну, вот не сильно поменял функцию, да? То есть вот здесь чуть прибавил, здесь чуть вычел, да? Это новая функция правдоподобия. И вот смотрите, я немножко-то прибавляю, ну, вот столько прибавлю, вот столько вот вычту. Ну, то есть не сильно переделываю функцию. Нет, что-то я уже много переделал. Вот. Не сильно переделал функцию. По вертикали она осталась в такой, как бы, трубе, в такой полосе. Вот. Давайте посмотрим, в каком случае у меня сильнее поменяется оценка правдоподобия. На какой картинке оценка правдоподобия поменялась сильнее? На левой. На левой. Вот здесь вот ТЭЦ-крышка ML. Вроде функция-то по вертикали не сильно поменялась, контуры издалека те же, а экстремум из-за того, что она пологая, шарах и резко влево. А здесь тоже функция поменялась по вертикали на ту же самую величину дельта, да? Но при этом экстремум, конечно, тоже поменялся, да? Но его не так сильно шарахнуло. Вот. То есть получается, что чем выше крутизна, тем слабее дисперсия, ну, интуитивно. То есть это не строгое доказательство, вот, но как бы почти, да? Вот, что интуитивно, чем больше информации Фишера, тем точнее можем оценивать ТЭТ, то есть тем интуитивно, ну, то есть пока без строгой аргументации, да? Тем меньше дисперсия ТЭТ с крышкой МЭ. Вот. Ну, теперь осталось дать строгие, значит, определения, то есть что такое интуитивно информация Фишера? Это насколько крута функция правдоподобия? Справа большая информация Фишера, функция правдоподобия у нее ожидает. Ну, как бы я нарисовал две реализации функции правдоподобия, как бы надо понимать, что это ожидаемая крутизна. То есть, грубо говоря, если у вас функция правдоподобия часто пологая и один раз на некоторых данных выпадает крутая, у нее ожидаемая крутизна маленькая. А если функция правдоподобия часто бывает крутой, ну, редко, пологой, ну, в принципе, она тоже может быть пологой, да? То есть это не фактическая крутизна, а это ожидаемая, какая в среднем. У меня две функции правдоподобия нарисованы слева, две функции правдоподобия нарисованы справа. Ожидаемая крутизна у меня выше справа. Вот здесь информация Фишера большая, здесь информация Фишера маленькая. Вот формализация, формальное определение такое, формальное определение следующее. Ну, кто знает, чем можно померить крутизну параболы? Кто бы как предложил померить крутизну параболы? Ну, производная как-то, наверное. Какой производной? Второй. Второй производной, да. То есть, как бы, если ты возьмешь параболу, там. Можно померить крутизну параболы изменчивостью первой производной, да. То есть на формальное определение можно взять изменчивость первой производной, а можно взять ожидание второй производной. Второй производной. Вот. Ну и действительно, формальное определение информации Фишера в некоторых учебниках, мне больше становится такое, оно такое более смысловое, что это дисперсия, соответственно, ДЛОДТета. Вот. А есть альтернативное определение, которое говорит, что это минус матожидания матрицы Гесса, ну или второй производной, да. Вот. И теорема там, где мы на лекции вроде бы доказывал, что эти два определения эквивалентны. Можно так считать, можно сяк считать, получится одно и то же. Вот. То есть есть теорема, говорит, что для... Ну, при некоторых технических условиях это одно и то же. При некоторых технических условиях дисперсия первой производной равна минус матожиданию второй производной. Разве дисперсия нам покажет, как бы, ну, чему равна сама первая производная? Она же будет показывать, ну, насколько они разные бывают на всей прямой уровне. Ну, естественно, она не константа. Но крутизну самую-то разве будет показывать? Ну, конечно. Смотри, представь себе, что, ну, вот, допустим, что эту... Ну, то есть идея такая, что параболу, ее, конечно, не только по вертикали двигает, меняет, а ее еще влево-вправо двигает, да. То есть у тебя изменение функции достигается за счет деформации по вертикали, за счет деформации по горизонтали. Чтобы вот усилить некий эффект визуальный, я подчеркнул, что деформации по вертикали, они... Прямо видно, что у крутой параболы деформация по вертикали слабо подергает текст-крышка ML, а у пологой сильно. А теперь представь себе, что есть деформации по горизонтали еще, не только по вертикали. Если у тебя деформация по вертикали, то она на производную, ну, влияет. Ну, смотри, давай посмотрим, ну, вот какую-нибудь... Давай себе представим, что... Давай настоящие теты где-то нарисую. Видно, что здесь у тебя, если ты возьмешь некую... Ну, смотри, здесь надо брать настоящую тета, да? Ну, то есть, если я возьму тут настоящую тета, давай я настоящую тета возьму, где-то пририсую для удобства. Тета, настоящая тета. Ну, и вот здесь где-то между ними настоящая тета. Вот смотри, здесь в настоящем тета производная была слегка пологая убывающая, слегка пологая возрастающая. А здесь в настоящем тета дисперсия... Ну, вот в настоящем тета наклон колебался сильнее в настоящем тета. Не? Ну, то есть, я понимаю, конечно, что рисунок можно по-разному нарисовать. Ну, Дима четко доказывал теорему, что они равны, вот эти штуки. Вот. А просто, ну, так рисунок в качестве иллюстрации. Видно, что в точке настоящего тета... Сейчас чуть-чуть я возьму. Настоящий тета. Тут она не сильно колебалась, а там сильнее колебалась. Окей? Так это получается настоящее, то, что мы берем. Мы сначала берем производную, потом подставляем точку до тета, потом берем уже дисперсию. Или как? Нет, дисперсия... Или она в точке считается в данном случае? Дисперсия считается в точке настоящего тета, да. Да, тогда я примерно понял. Хорошо, спасибо. Ну, мы попробуем взять в нашем случае. Давай. Значит, в качестве упражнения... Ну, смотри, мы не будем доказывать равенство, как бы Дима его уже доказал, поэтому я тратить на это время не буду. А я просто скажу, вот давайте вернемся к нашей задаче. И сделаем пункт А, Б, В. Посчитаем информацию Фишера. И благодаря вот этому равенству, из равенства... Мы не будем его доказывать, мы просто в него поверим. Из равенства того, что дисперсия ДЛ по ДТТ равняется минус мот ожиданию H от тета. Найдите... Найдите дисперсию отдельно взятого икситого. Вот, мы воспользуемся им какой-то вот тоже прикольный, который позволяет иногда находить дисперсию мот ожидания. Ну, все, давайте одну минутку. Одну минутку, наверное. Ну, да, я думаю, так. Попробуйте. Да, что такое H? H, давайте я поясню. H от тета это... Ну, в скалярном случае это просто вторая производная. Это D2L по DТ квадрат. А в многомерном случае это матрица Гесса. Поехали. Найдите-ка мне... Поскольку у нас вторая производная уже найдена, то искать мот ожидания там довольно халявно. Чему равна, значит, информация Фишера в этой задаче. А можно, я чуть забыл. Можно спросить? Нужно. Вот, я немного не поняла, когда мы ищем, получается, информацию Фишера, то мы посчитали вторую производную, от нее мы будем искать мот ожидания. Ну, а как тут написано? Конечно. Смотри, что тут написано. Мат ожидания от... Ну, я с полярной матрицы Гесса напомню, что это, но я не... Еще раз, в скалярном случае у тебя один параметр матрицы Гесса, это и есть вторая производная. Просто если параметров много... А, все, тогда вспомню. Я просто помню, что много параметров с одной. Ну, еще раз. Когда скалярный случай, это просто вторая производная. А вот когда много параметров, то матрицы Гесса, ну, у тебя много параметров, и тут вот, не знаю, там параметры А, Б, то у тебя тут будет Д2Л по ДА квадрат, Д2, сейчас, давайте, Д2Л там по ДА, ДБ, и С2 параметры, ну, и так далее, да, Д2Л по ДА, ДБ, Д2Л по ДБ квадрат. То есть это будет матрица, которая происходит. И тогда бы информация Фишера тоже была матрицей? Конечно. А, все, теперь поняла. Я просто думала, что мы тогда будем искать Гессиан, но нет. Нет, мы будем искать всю матрицу, вся матрица будет называться информацией Фишера. Поняла. Получается, дисперсия – это один сколько квадрат? Ну, давайте разберем. Сначала найдем информацию Фишера. Мы можем считать как дисперсию от… Я уже забыл, чему там производные равны. Сейчас как бы мне это докрутить. Фор, 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 фор. Значит, сейчас я вспомню, где у меня были производные. А кто может подсказать, какая была первая производная, какая была вторая производная? Ну, первая была минус 11n делить на θ плюс сумма х-ов и делить на θ в квадрате. 11e делить на t в квадрате минус 2 суммы иксов и делить на т в квадрате вот ну соответственно давайте попробовать у нас есть два подхода можно так считать можно так считать оба мне давайте на новой странице возьму потому что не видно там внизу уже вот давайте на новой странице значит информацию от фишера можем считать как дисперсию 11 что там n на т это плюс или минус я уже забыл минус суммы икс и так над это квадрат я можем минус 11 и плюс сумма вот либо можем считать как минус мат ожидания а тут будет 11 n на т это квадрат минус 2 суммы икс и так над это куб это это должно дать одинаковый результат и мы считаем так как нам удобно здесь мы дисперсию иксов знаем проще воспользоваться 1 формула если мы знаем ожидание иксов проще воспользоваться 2 формулы то есть пользуемся той который удобнее обе пройдут вот если мы воспользуемся первым мы знаем что вот это вот на дисперсию не влияет тушит константа вот и у нас останется n на дисперсия x 1 деленное на т это в какой до над это в 4 а если мы будем использовать вторую формулу у нас информация фиша окажется равной минус а здесь окажется 11 н на т это квадрат минус 2 н мат ожиданий от икс этого деленное на вот это куб вот это и та формула правильная но нам проще какой воспользоваться 2 2 проще потому что мы мат ожидания от икса уже знает да а вообще говоря могли бы первые в конце концов как посчитать дисперсию x 1 ну это есть мат ожидания от x 1 квадрат минус мат ожидания от x 1 взятая потом в квадрат и вот это это интеграл от нуля до бесконечности x квадрат на функцию плотности икса а вот это это ну во первых мы уже нашли во вторых это интеграл от нуля до бесконечности x на функцию плотности вот то есть принципе мы можем найти дисперсию нас есть плотность ну в конце концов 10 раз по частям волка ноги кормят вот поэтому вот ну я пойду вторым путем и и я соответственно получу что информация фишера да а мы нашли что мат ожидания от икс этого это по-моему 11 тета да да вот нас получится минус 11n на тета квадрат плюс 2n на 11 тета деленное на тета в кубе и останется 22n на тета квадрат минус 11n на тета квадрат останется 11n на тета квадрат окей да вот нашли информацию фишер то есть это средняя крутизна 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 зависит от то какая выборка попадется будет одна выборка будет одна крутизна у правдоподобия улог правдоподобия попадется другая выборка будет другая крутизна улог правдоподобия а еще раз эта штука меряет насколько крутая функция правдоподобия в среднем окей норм да 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 хорошо давайте дальше давайте попутно легко без двух интегралов страшных кто может найти попутно дисперсию от икс этого чему равна дисперсия от икс этого но мы можем приравнять и тогда получим да конечно можно приравнять воспользоваться тем что дима доказал что вот равны эти два определения информации фишера и поэтому получится что дисперсия от икс этого сколько 11 это в квадрате да 11 это в квадрате согласен есть вопросы или нет нет хорошо значит смотрите теперь пойдем дальше теперь давайте дадим формальное определение что значит более крутая это боль более высокая точность оценивания параметра вот то есть пока мы просто определили то есть вот у нас есть неформальное понятие крутизны ну как такая полугенькая это маленькая как быстро сменила бывание на возрастание это большая крутизна вот оно формальное определение крутизны их два эквивалентных можно считать что это дисперсия первой производной можно считать что это мат ожидания второй производной как хотите и так и так правильно вот и соответственно дальше осталось понять а что же это означает что более формально что чем более крутая то есть мы сказали интуитивно чем больше информации тем точнее оценивается параметр вот и ответ на этот вопрос дают два утверждения давайте запишу одно называется неравенство 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 граммера рао оно говорит следующее что если ну тут есть какие-то технические условия я не буду там из лекции брать там дим писал наверняка значит если есть технические условия и соответственно тет с крышкой не смущенная оценка то дисперсия тета с крышкой она она не может быть меньше чем один делить на информацию фишера то есть интуитивно можно сказать что слишком 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 хороших слишком давайте точных не смещенных оценок не бывает слишком точных не смещенных оценок оценок не бывает ну или можно вот так записать что для любой несмещенной оценки дисперсия тета с крышкой умножить на информацию фишера больше либо равна единичке можно так записать вот то есть это неравенство оно говорит если информация фишера большая то есть хотя бы надежда получить оценку с маленькой дисперсией да давайте я уточню произвольное это неравенство для произвольных не только мл то есть если есть произвольные не смещенная оценка не обязательно полученные методом максимального правдоподобия все равно каким бы методом не была получена оценка вот то все равно у нее не может быть слишком маленькая дисперсия то есть если функция правдоподобия очень пологая то никаким способом вы думаете окей функция правдоподобия пологая а я сейчас какой-нибудь метод моментов замучу построю оценку лучше и ничего все равно хорошего особо не получится вот значит это первое утверждение а второе утверждение оно говорит что метод вот вот эта самая наилучшая граница достигается методом максимального правдоподобия при большом числе наблюдений и второе утверждение что если ну опять же должны быть какие-то технические условия на правдоподобие чтобы там можно было производные мото ждание переставлять если есть некоторые технические условия то если я беру дисперсию ml оценки ну которая зависит от n наблюдений n это число наблюдений число наблюдений и умножаю на информацию фишера который конечно тоже зависит от числа наблюдений мы там видели n в формуле вот то вот это произведение оно прям будет стремиться к единичке вот ну вот одно называется неравенство крамера а второе это называется асимпатическая эффективность эдотическая эффективность ml оценок то есть эти два факта они в сумме говорят что один говорит что каким способом не делай слишком хороших оценок не получится а второй способ говорит о если применять ml и если число наблюдений велико то будет прям все в шоколаде ну если мы верно угадали закон распределения нам она сейчас мы будем применительно к нашему случаю посмотрим что есть что формулировки теоремы понятны да хорошо давайте смотреть в нашем случае ну во первых неплохо посмотреть давайте сначала так интуитивно информация фишера с ростом n растет или падает растет 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 конечно вот то есть если посмотреть почему с ростом n информация растет ну можно во первых посмотреть на наш конкретно да вот она с ростом n видно в десять раз увеличили число наблюдений в десять раз у вас выросла информация фишера вот то есть ну как бы можно посмотреть на формулу можно включить здравый смысл когда вы функцию ну накапливаете добавляете слагаемые да то ну как бы вы прибавляете 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 и соответственно у вас вторая производная будет при этом расти потому что на самом деле мы от ожидания второй производной поскольку у нас функция аддитивна да то есть если посмотреть на нашу а у меня ее но она там выше есть да ну когда мы давным давно писали вот функцию вот то видно что у нас логарифм произведения поэтому это сумма логарифмов да у нас тут н слагаемых первое слагаемое туда входит иксит а второе слагаемое туда входит икс второе когда я буду брать вторую производную по третье у меня все равно останется n слагаемых и когда я буду брать мат ожидания от второй производной то можно сразу понять что можно было n помножить на мат ожидания производная от отделного слагаемого на самом деле вот то есть можно было в принципе и n домножить на мат ожидания на Roll investigate также на новую название настольную �ерную Поэтому да, с ростом N, конечно, крутизна нашей параболы растет, и поэтому у нас дисперсия оценок ТЭЦ-крышки метода максимального правдоподобия падает, потому что она при большом N в произведении с информацией Фишера должна дать примерно 1. Давайте посмотрим. В нашем случае мы знаем, что информация Фишера – это 11N на ТЭЦ-квадрат, да? Там минус 11N, да, только просто на ТЭЦ. А, нет, извиняюсь, там 11N на ТЭЦ-квадрат, все верно. Да, все правильно. Отрицательный, чтобы получить положительную крутизну, я должен еще на минус 1 помножить, так как я понимаю, что ответ должен быть с плюсом. Ну, соответственно, неравенство Крамера-Рау говорит, что если ТЭЦ-крышкой любая несмещенная оценка, то дисперсия ТЭЦ-крышкой больше либо равна, чем ТЭЦ-квадрат, деленная на 11N. Тамасик, в данном конкретном случае, что говорит неравенство Крамера-Рау? Давайте я еще раз уточню, что не обязательно ML-оценка. Мы выяснили, что никаким путем, никакое шаманство применяя, невозможно получить оценку по N-наблюдениям, которой дисперсия была бы меньше, чем ТЭЦ-квадрат делить на N. Вот, ну давайте посмотрим, теперь зададим какие-то вопросы. То есть это некий теоретический факт, ну, это некий теоретический результат, который имеет отношение к нашей конкретной задаче. Давайте еще добавим ABVG, по-моему, G. Давайте проверим. Мы, значит, нашли ТЭЦ-крышка ML. ТЭЦ-крышка ML, она, мы выяснили, что она имеет вид, черт-пи опять забыл, по-моему, она была сумма икситок, деленная на один стен, да? ТЭЦ-крышка ML. Давайте проверим про нее, что она, является ли она, это последовательность оценок, является ли она состоятельной, является ли последовательность оценок СЭЦ-крышка ML состоятельной. Это первый вопрос. А, Б, В, Г и Д, является ли ТЭЦ-крышка ML эффективной в классе несмещенных оценок? Вот, ответим на два таких вопроса. То есть мы уже до перерыва получили ТЭЦ-крышка ML, до перерыва мы выяснили, что она является несмещенной, а теперь мы выясняем, является ли последовательность оценок состоятельной, является ли ТЭЦ-крышка ML среди множества всех несмещенных оценок. Понеслась? Готова? Да. Готова. Отлично. Как проверить состоятельность? Что надо посчитать? Взять пилу и что посчитать? Мы что с пилой делали? Так, что на букву П мы считали? Что? Предел. Да, какой предел? Ну, предел вероятности того, что по модулю оценка, разница между оценкой и настоящей ТЭТой будет больше, чем эпсилом. Мы же с вами пилили плимы. Пилимы мы пилили. Помните? Там была всего пара свойств, как пилить плимы. Давайте запилим. Читаем предел по вероятности при n, стремящемся к бесконечности, ТЭТа с крышкой. Кто помнит, какие свойства у предела по вероятности? Тима. Ну что, никто не помнит ни одного какого-то свойства. Ну ладно, давайте поставим плим. Ума икситых деленное на 11n. Одну одиннадцатую за предел сразу выносим. Одна одиннадцатая на плим. Ума икситых деленное на n. А плим от, мы говорили, что для нахождения плимов удобно одно из свойств, это закон больших чисел. Сумма икситых деленное на n. Предел по вероятности какой? Матожидание. О, хоть кто-то помнит. Супер. Матожидание от чего? От икситого. От кого? Икситого. Ну, лучше я советую не добавлять бегущего индекса, когда его, ну, то есть можно, от икситого это верный ответ, но я советую всегда, когда вы взяли предел, пишите от первого, так, ну, меньше беготни, ну, то есть от икситого это корректный ответ, ну, наверное, проще от первого считать. Вот, можно от второго, можно от пятого, ну, хорошо. И чему равно матожидание от икситого? Одиннадцать тета. Да, значит, одна одиннадцать, она одиннадцать тета. И это равняется чему? Тета. Тета. Значит, является ли последовательность оценок по одному наблюдению, по двум, по трём, по четырём и так далее, является ли это последовательность состоятельной? Да. Да, значит, ответ здесь, да, последовательность тет с крышкой, ну, как бы, от n равного единички, тет с крышкой от n равного двоечки, это состоятельная последовательность. Слушайте, ну, мне казалось, мы с вами пилим, пилили, нет? Нет. Ну, давно ещё, по-моему, может быть, чуть ли не до Нового Года. Что, никто не помнит вообще, как пилили плен? Ну, как-то не особо много, по-моему. Ну, давай какой-нибудь распилим. Давай распилим. Ну, давай я скажу, какой-то номер был в листочках. Четырнадцатый. Четырнадцатый листочек. Давай пробуем. Ну, не знаю, мне классно, 14-1 делаем. Ну, давайте, 14-1. Известно, что x1, там, x2 и так далее, xn равномерны на отрезке от нуля до единички независимы. Давайте найдём, скажем, предел от n, делённый на n, в принципе, имеющийся к бесконечности, а тут n, делённый на n, плюс x1, плюс и так далее, плюс xn. Как будем делать? Какие идеи? Может, вынести я из знаменателя? Окей, хорошо. Да, давай вынести мэн из знаменателя. Да, шикарная идея, мне нравится. Дальше, что будем делать? Ну, из опыта прошлой задачи получается, что вот эта вот сумма – это наше от ожидания. Нет, 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 так не пойдёт. Предел дроби равен чему? Давай по шажкам. Раз это так плохо вспоминается, то предел дроби равен… Каждый шаг будем объяснять. m сократили. Следующий шаг. Ну, давай я ещё раз напишу резюме. Резюме. Как считается Плим? Первое. Наследует свойство предела. Наследует свойство обычного предела. Ну, скажем, там, Плим от произведения. Ну, только тут случайно какие-то последовательности. xn, yn равен произведению Плимов, если левая и правая части существуют. Если обе части существуют. Ну, и так далее. Предел суммы равен… Плим суммы равен сумме Плимов. Плим, дроби равен, дроби Плимов, если все упомянутые Плимы существуют. Понятно, что такое, что предела каждого со множителя нет, но предел произведения есть. Вот, поэтому это, значит, первое свойство Плима. А второе свойство Плима, то, что если какие-то z, it, независимы и одинаково распределены, не одинаково распределены, то тогда Плим от z среднего, к чему стремится предел по вероятности от z среднего? От ожидания z. От кого? Нету просто z. От кого конкретно? От первого. От z первого, от z пятого. Ну, не просто от z, просто z – это вектор из n случайных величин. Ух, значит, поскольку Плим наследует свойства обычного Лима, то я могу этот Плим записать как Плим от единички, деленный на Плим от единички плюс x среднее. Вот, в числителе, конечно, у меня Плим равен одному, а в знаменателе у меня получится 1 плюс что? Мат ожидания. От кого? От первого. Вот, мат ожидания от x первого. И сколько получится? Третьих. Три вторых. Да, согласен. Окей. 14-1 сделайте. Если раньше не сделали, сделайте сейчас. Ну, в смысле, после. Вот, потому что оно нужно при расчете Плимов. Ну, то есть, мы давно говорили о Плимах, но… Мне кажется, мы их на семинарах не считали, Антон. Может, я не помню. Ну, давай я… Ну, слушай, я почти уверен, что считали. С дробью. Ну, давай еще посчитаем. А где же я их мог считать в таком количестве? Ну, давай еще посчитаем. Плим. Плим. Стремящимся к бесконечности. Давай в той же задаче. То есть, так же по-прежнему… Просто это давно было. Это старые листки. Ну, то же самое. X1, XN. Разномерный 0,1. И независимый. Ты же, ну, может быть, я, конечно, путаю на что-то в реальность. Может, с другой группой просто. Может быть. Ну, мне кажется, просто давно считали. Ну, давайте. Как будем считать Плим? А, вполне возможно, это было в стиле. Я задал, спросил, вопросы есть по домашке или нет. Ну, я как бы говорил, я и скажу предположение, что вы делаете. Вот, возможно, да. Возможно, это было в таком стиле. Ну, я всегда в начале сегнара говорю, есть вопросы, спрашивайте. Какие предложения? Как будем брать? Смотрите, у нас никаких свойств, кроме вот этих двух. Ну, либо, конечно, можно по определению. То есть, в принципе, есть еще третий способ по определению. То есть, через вероятность, отклонение. То есть, есть способ, в принципе, по определению, но он, как правило, суровый. Вот. Основных способов – это использовать свойства предела и выйти как-то на закон больших чисел. Но давайте посмотрим. Закон больших чисел – это про среднее арифметическое. Как бы нам произведение превратить… Ой, только здесь корень n степени нужен. А хотя нет, без корень n степени он тоже берется, просто он существовать не будет. Кто знает, какая функция превращает произведение в сумму? Логарифм. Логарифм. Поэтому мы напишем, что это Плим от экспоненты, от логарифма корня n степени из x1 умножить и так далее умножить на xn. И n стремящимся к бесконечности. Поскольку экспоненты – непрерывная функция, то мы можем переставить предел от Плим n стремящимся к бесконечности. А это мы можем посчитать. Это 1 на n, а здесь будет логарифм x1 плюс логарифм x2 плюс так далее плюс логарифм xn. Чему равен предел от среднего арифметического? Тогда мат ожидания от логарифма x1. Отлично, супер, прям в точку. Мат ожидания от логарифма x1. Ну все, дальше осталась техника, как посчитать мат ожидания от логарифма x1. Если x1 равномерно от нуля до одного. А мы же можем вынести логарифм перед мат ожиданиями? Нет. Нет? Нет, конечно. Мы никогда не можем это делать. Ну смотри, если бы мы могли выносить функции из мат ожидания, все дисперсии бы равнялись нулю. Тебя не смущает, что дисперсия какой-то случайной величины z, это мат ожидания от z в квадрате минус мат ожидания от z потом в квадрате. Смотри, если бы можно было квадрат выносить, тогда все дисперсии бы равнялись чему? Да, поняла, нулю. Более того, было даже какое-то неравенство, которое говорило, что если f – это выпуклая функция, если f – это выпуклая функция, то мат ожидания от f от z и f от мат ожидания z можно даже знак неравенства уточнить. Кто из них больше ли бы равен кого? Если выпуклая функция, то мат ожидания больше. Да, ну выпуклая – это тип как раз квадрат. f от t равное t квадрат, f от t равное экспонента t там, ну и так далее. Окей, поэтому просто переставить нельзя. Но как посчитать мат ожидания от логарифма x? Все-таки у нас есть способ посчитать мат ожидания от логарифма x. Взять интеграл от логарифма и множить функцию подности на единице. Да, логарифм x умножить на единичку. Ну, я оставлю вам это доделать. Нормально или надо доделать? Нормально. И 14.1 доделайте. Ну, как бы мат ожидания от логарифма, по-моему. Ну, что там и того выходит? Ну, ладно, я там расставлю. Точно все смогут или надо дожать? Да, да, да. Хорошо. Вот, то есть техника нахождения, техника выяснения состоятельности – это то же самое, что техника нахождения плимов. Нашел плимов – получил, что оценка состоятельная. Не нашел – не получил. Вот. Поэтому, как бы, это хороший навык нахождения плимов. Но у них, к счастью, свойства у плимов простые. Берете свойства обычных пределов, ну, какие вы знаете свойства обычных пределов, но там произведения, произведения, дробь, дробь, разность, разность, умножить, умножить, если все существует. И добавляется дополнительное… Можно переставлять пределы непрерывную функцию. Вот разрывную нельзя, а непрерывную можно. И добавляется классное свойство, что закон больших чисел можно использовать. Вот. И практически, ну, не то, что все, что угодно, но многое можно взять. Так, хорошо. Ладно, с состоятельностью разобрались. Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос, который был. Поговорный вопрос. Да, давай. А вот еще на лекции была в состоятельности способ искать, как предел дисперсии, оценки тоже. Ну, давай запишем. Давай запишем. Значит, какие у нас есть способы, способы найти, способы найти плим какой-то последовательности, да? Ну, не важно, какой-то там плим, вот, какой-то там РН, да? Или лучше ТН, да? Значит, какие есть способы? Первый способ использовать свойства. Давай аккуратно тогда напишем, какие вообще могут использоваться штуки. Использовать свойства, аналогичные плим. Ну, то есть, что я имею в виду? Плим от РН умножить на СН равное плим РН умножить на плим СН, если все пределы существуют. Можно переставлять, ну, и аналогично с суммой, разностью, делением, умножением. Вот. Можно переставлять, переставлять с непрерывной функцией. То есть, плим от какой-то С от ТН равен С от плима ТН. С от ТН непрерывная функция. Это значит, это первая идея. Вот эти два свойства, их, как правило, все интуитивно используют, потому что они аналогичны свойствам Лима. Вторая – это закон больших чисел. Давайте на следующей странице я напишу. Вторая – закон больших чисел. если Z1, ZN независимы и одинаково распределены, то плим Z среднего или плим Z1 плюс так далее плюс ZN деленное на N при N стремящейся бесконечности, то это равно матожжданию от Z1. Третье. По определению никто не запрещает, вспомнить, наконец, формальное определение, что означает фраза, что плим какого-то ТН равно Т. На самом деле это означает, что вероятность, что для любого эпсилон больше нуля, вероятность того, что ТН отклоняется от Т больше, чем на эпсилон, эта вероятность чего делает? Нулю равна. Что? Равна на нулю. Нет, не равна. Тремится. Тремится при N кемящейся бесконечности к нулю. Ну тут же ТН. Четвертое. Четвертое такая. четвертое сказать. Четвертое такой достаточный критерий. Ну да, достаточный критерий. если дисперсия от ТН минус Т стремится к нулю и хотя нет, больше ничего не надо. Дисперсия ТН стремится. Ну да, мне больше ничего не надо. Верно? Ну да. я по по неравенству Чебушова я могу сказать, что вероятность она ограничена сверху дисперсии. То такой достаточный критерий. Если дисперсия ТН минус Т стремится к нулю, то Плин ТН равен Т. И такой частный случай четвертого. Четвертый частный случай, что если дисперсия ТН стремится к нулю, а мат ожидания ТН стремится к константе мю, ну то есть когда сходится не к случайной величине, а к константе. Ну вот, наверное, это все такие простые техники. Если там не переходить на язык вероятностных у больших у малых, то, наверное, это такие четыре базовые техники, как можно найти предел по вероятности. То есть понятно, что математика это такое искусство очень разнообразное и я ни в коем случае не заявляю, что других способов нет, но, наверное, это четыре базовых способа, как можно найти, ну то есть и много как еще. Ну, наверное, вот эти четыре это самые простые. Я думаю, что то, что ты хочешь упомянуть, это вот этот способ. Если дисперсия оценки стремится, если дисперсия последовательности стремится к нулю и мотождение стремится к константе, то вот это тоже способ легкий проверить плен. Ты это имел в виду или что-то другое? Да, да, это. Вот. Ну, давай, вот такой полный, ну не то, что полный, то есть еще раз надо осознавать, что, ну, есть и другие способы, но эти техники точно надо осознавать. Вот так, давай сформулируем утверждение. Окей? Идем дальше? Хорошо. Ну, ладно. Тогда чего? Тогда а, последний. Значит, я не помню, G там это было или не G, является ли наша тест-крышка ML эффективной среди несмещенных ну, мы уже знаем, что она является несмещенной оценкой, является ли наша тест-крышка ML эффективной среди несмещенных оценок? ну, давайте вспоминать. давайте сначала поймем смысл этого вопроса, что означает эффективное среди каких-то, да, ну, во-первых, является, то есть, есть некий мешок оценок, да, тут вот мешок оценок, тут наша лежит, давайте, кстати, вспомним ее формулу, текст-крышка ML чему равняется? сумма икситых на один стен. Ага, сумма икситых на один стен. Окей, хорошо. Вот, а в этом мешке какие-то другие лежат, да, вполне тут, может быть, какая-нибудь лежит, ну, есть и другие, тоже несмещенные, можно тоже напридумывать, да, тут какая-то тест-крышка, альтернативная несмещенная, да, вот, можно, например, предложить, там, ну, такая, это, конечно, глупая оценка, да, но тест-крышка какая-нибудь стюпид такая, которая берет только четные иксы, да, то есть она складывает икс2 плюс там икс4 плюс и так далее плюс там икс ну, ну, какое-нибудь четное число тут, которое меньше либо равно n, да, последнее там четное, как его обозначить, ну, допустим, ну, такая глупая оценка, которая говорит, давайте, если n четное, то будем брать х2 плюс х4 плюс хn и делить на что? Раз я их меньше сложил, то мне надо поделить послабее, да, то я поделю на 11 на n пополам, да, а если n нечетное, то я, соответственно, возьму х1 плюс х3 плюс и так далее плюс какое там последнее будет х n минус 1, да, а нет, тоже хн, тоже хн и поделю тут на 11, на там, не знаю, сколько их у меня, их у меня n плюс 1 пополам. Вот, вот такая оценка есть, тоже будет не смещенной, потому что у нее мат ожидания тоже выйдет на тета, такая оценка говорит, давайте зачеркнем, не будем использовать при оценивании х3 там с четными и нечетными номерами, но она какая-то странная, зачем выкидывать информацию, если можно не выкидывать, но тем не менее тоже вполне себе не смещенная оценка, то есть первая мысль, что у нас есть множество не смещенных оценок. Хорошо, что означает, что оценка является эффективной среди каких-то, вот что эта фраза означает, что оценка является эффективной среди множества какого-то. Что у нее дисперсия минимальная среди всех оценок? Не обязательно дисперсия, все-таки осторожней скажем, что как правило в качестве критерия эффективности выбирается не дисперсия, а среднеквадратичная ошибка, просто в данном случае этот критерий совпадает, но просто когда говорят про другие классы, там про дисперсию не очень удобно говорить, все-таки обычно ну то есть чаще, то есть вообще говоря, есть разные конечно определения, но чаще всего чаще всего в качестве критерия эффективности, вообще критерий эффективности тоже может быть можно поменять, вот, но чаще всего критерием эффективности критерий эффективности это среднеквадратичная ошибка, да, то есть это мат ожидания от чего, от какой штуки, все такое среднеквадратичная разность тета с крышкой и тета, да, разности тета с крышкой и тета, а есть еще точнее, квадратик, квадратик, вот, обычно берут в качестве критерия такую штуку, но, как абсолютно было верно замечено, что можно в данном конкретном случае для несмещенных можно пользоваться не этим критерием, а более простым, а именно дисперсией, потому что мат ожидания от квадрата смещения, оно раскладывается как дисперсия тета с крышкой плюс, ну, как стандартная формула, мат ожидания квадрата равно дисперсия плюс квадрат мат ожидания, да, вот такая вот стандартная формула, это вот всегда верно, и поэтому для несмещенных оценок, для несмещенных оценок среднеквадратичная ошибка, она совпадает с чем? Дисперсией. С дисперсией, потому что второе слагаемое просто зануляется, вот это вот, тут просто ноль оказывает. Намана? Да. Вот, поэтому, вообще говоря, критерием выступает МСЕ, потому что, если просто говорить про дисперсию, то тогда возникает такое простое утверждение, вот я сейчас найду самую эффективную оценку среди всех, это 7. Если просто говорить про дисперсию, ну как, 7, на любой вопрос меня будут спрашивать, скажите, какой курс доллара, я бы говорю, 7, скажите, какая-то температура, я бы говорю, я все время говорю, 7, 7 это константа, очевидно, что у нее дисперсия нулевая, и если в качестве критерия эффективности брать просто дисперсию, то тогда возникнет такая простая проблема, вот тебе, пожалуйста, самая эффективная по дисперсии оценка среди всех, 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 всех мыслимых оценок, это 7, я всегда говорю 7, никогда не говорю ничего другого в качестве прогноза, и поэтому это у нее наименьшая дисперсия, поэтому она самая эффективная. Нет, все-таки под эффективностью обычно берут ну, похожесть тета с крышкой на тета, и чаще всего берут вот МСЕ, просто действительно конкретно для данного мешка оценок, мы сейчас выбираем, у нас уже в мешке лежат только несмещенные оценки, и поэтому для них, конечно, выбрать самую минимальную по МСЕ, это то же самое, что выбрать с наименьшей дисперсией, вот, но все-таки если говорить про эффективность, ну, лучше сказать про МСЕ, ну, а потом сказать, что ну, да, для несмещенных, конечно, это одно и то же, но просто иногда приходится выбирать эффективную среди немного смещенных, это вполне себе интересная задача. Нормально, да и понятно, то есть мы сейчас будем искать оценку, у которой МСЕ, или, что в данном случае то же самое, у которой дисперсия, минимально, но просто потому, что у нас мешок такой, у нас в нем никого смещенного нет. Смотрим? Ну, вроде да. Хорошо. Что нам может помочь? Потому что вообще говоря, как найти, хорошо, дисперсию нашей, мы знаем, давайте найдем дисперсию нашей оценки, то есть дисперсия с крышкой ML, она равняется дисперсии от суммы икситых, деленная на один стен, она равняется N на дисперсию икситого, деленная на 121N квадрат, а дисперсия отдельно взятого икситого сколько? 11 тета квадрат. 11 тета квадрат, деленное на 121N квадрат, получается тета квадрат на 11N. Нормально? Это дисперсия нашей ML оценки. А дальше вспомним, что у нас было неравенство Крамера Рао, которая говорила, что для любой несмещенной оценки, для любой несмещенной оценки в данной задаче, в данной задаче дисперсия тет с крышкой больше либо равна чему? тета квадрат делить на 11N. Ну, замечательно получается. Бинго, нам повезло. То есть, как бы, могло не повезти, да, мы могли бы сказать, что теорема говорит, ну, как бы, теорема не гарантирует, она иногда говорит, что вы нашли самого лучшего, а иногда говорит, ну, вы кого-то нашли, а может, кто-то лучше есть, а может, его и нет. То есть, теорема не обещает, что эта граница достигается. Вот этот важный момент. Неравенство Крамер и Рао не обещает, обещает, что какая-то оценка точно достигает границу. точно достигает границу. Но если достигла, то Неравенство Крамер и Рао обещает, никого больше, лучше, меньшей дисперсии среди несмещенных не будет. Окей? Да. Вот, поэтому в данном случае мы получили, что ML-оценка достигает границу неравенства Крамера или не достигает? Достигает. Достигает. Значит, никакой несмещенной оценки с дисперсией меньше, чем наша, уже не будет. Ну и все, тогда, значит, мы получили вывод, что это с крышкой метода максимального правдоподобия самое самое эффективное среди несмещенных оценок. Ну, в этой конкретной задаче, да, это не общий факт, да, для нашей задачи. всего огромную задачу решили. Вот, то есть, что мы научились? Мы научились, ну, во-первых, давайте итог подведем, потом спрошу, есть ли вопросы, то есть, кратко, что мы сделали? Мы такую большую-большую-большую задачу за сдвоенный семинар решили. То есть, мы нашли ML-оценки, нашли, проверили их несмещенность, проверили их состоятельность, проверили эффективность среди несмещенных оценок, то есть, мы проверили свойства. Когда мы проверяли свойства, мы пользовались мелкими фактами, которые нам здорово облегчили вычисления, какими фактами мы пользовались. То есть, что мы сделали? Мы нашли ТЭЦ-крышка ML, мы проверили несмещенность ТЭЦ-крышка ML, проверили состоятельность ТЭЦ-крышка ML, проверили эффективность ТЭЦ-крышка ML. Что еще значит? Когда мы вот это делали, чем мы пользовались? Для проверки состоятельности вот здесь мы пользовались свойствами Вполне могло быть такое, что я там дал задание, а потом спросил, есть вопросы. Я раздолбаю, мне говорят, нет вопросов. Вот, поэтому вы здесь делаете 14.1 наконец. Значит, эффективность. Когда мы проверяли эффективность, мы воспользовались неравенством Крау или Крамера-Рау или Раукрамер. Еще чем мы пользовались? Мы пользовались двумя прикольными фактами. Мы пользовались таким фактом, который нам облегчил. Мы обошлись без интегралов, воспользовавшись вот такими приятностями. Мы обошлись без интегралов. Мат ожидания от L' равно нулю и дисперсия от L' равняется минус мат ожидания от L'2'. Мы воспользовались такими приятненькими фактами. Это нам позволило, не брали интегралы. И еще чего мы сегодня сделали? Ну, еще мы сказали, что почему, собственно, мы интуитивно... Ну, наше доказательство нельзя назвать строгим, но, тем не менее, мы интуитивно пояснили, почему ML оценки состоятельны. Потому что, на самом деле, ML оценка, мы вместо того, чтобы... Если бы мы взяли не сумму логарифмов, а если бы мы взяли мат ожидания от логарифма функции правдоподобия, то тогда бы мы получили кросс-энтропию. А у кросс-энтропии минимум достигается на истинном параметре. Именно поэтому, поскольку можно рассматривать совместную функцию лог-правдоподобия как некую оценку для мат ожидания... Ну, если там поделить на 1,44n, то она прям будет хорошей состоятельной оценкой. То, поскольку мы состоятельно оцениваем кросс-энтропию, то получается, что мы и состоятельно оцениваем параметр неизвестный. Ну, вот мы провели некую аналогию из кросс-энтропии, привязали ее сюда. А так, вроде все. Если есть вопросы, то можно и нужно спросить. Ну, если вопросов нет, тогда я сейчас подберу какую-нибудь домашечку. Ну, просто, наверное... Хотя можно, в принципе, и на оценку. Может, там есть чего? Ладно, я подумаю. Вот. Ну, в общем, если найдутся вопросы после, то спрашивайте. Вот. А так, спасибо огромное, что пришли. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok